АРТЕМА БУРТСЕВА В забеге на 5 километров Артем пришел первым. И вроде силы были, но за круг до финиша резко по ногам снова ударило, видно не до конца восстановился. И честно я понимал, что думаю, наверное, уже вторым прибегу. Но потом, когда оставалось буквально 200 метров до финиша, начали снова трибуны скандировать. И домашняя арена, она помогает. Вторая животрепещущая тема – это противостояние Леонтьева-Трофимова на дистанции 3 километра. Итог – бронза у Изабеллы Борисовой, серебро у Сарданы Трофимовой и золото у Натальи Леонтьевой. Вне соревнований девушки тренируются на одном стадионе, закончили одну спортивную школу, вместе жили в интернате. Мне сегодня посчастливилось встретиться со всеми тремя финалистками этого забега. Девчонки, привет! Очень радостно вас видеть. Я вас всех поздравляю. Расскажите, давайте немножко сегодня поговорим о спортивной или дружбе, или соперничестве. Вот в первую очередь это соперничество или вот между собой у вас все-таки есть какая-то такая спортивная дружба? Ну, все равно, да. Спорт – это, как сказать, большое соединющее звено, которое приносит мир во всем мире. И, ну, как на дорожке мы соперники, а вне дорожки всегда должна оставаться человеческая дружба. Кроме бега на длинные дистанции, легкоатлеты сегодня соревнуются в беге на 800 и 200 метров, спортивной ходьбе и прыжкам в длину. Лидер среди женщин по прыжкам в длину Валерия Олесова рассказала о важных моментах в этом виде спорта. В первую очередь это упорные тренировки. Без упорных тренировок ты не достигнешь результата. Во-вторых, это, ну, правильное питание, режим дня. То есть любому спортсмену это важно, не только прыгуну. Ну и, конечно, играет большую роль экипировка. То есть мы не прыгаем в кроссовках, мы прыгаем в специальных шипоках. Ветер играет очень большую роль. Ну, вообще, в принципе, погода играет большую роль. А вообще, как считает Валерия, для спортсмена самое важное – не просто победить, а постоянно повышать свои результаты и добиваться личного спортивного роста. На якутской земле традиции единоборств поддерживаются десятками поколений. На родине легендарного силача Майагатта Бертхаран с сегодняшнего дня сортовали состязания по вольной борьбе по шести весовым категориям среди мужчин и по трём среди женской борьбы. Всего в данном виде спорта участвуют 209 вольников из 27 команд со всех уголков республики. Одним из фаворитов среди команд являются команды Чуропчинского улса, Мигна Конградского, Улсалданского и города Якутска, которые завоевали наибольшее количество путёвок. По 9-10 путёвок имеет каждая команда. В программу восьмых спортивных игр народов Якутии впервые включена женская борьба. В трёх весовых категориях – 50, 55 и 59 килограмм – поборются 48 девушек. Также 50 килограмм у нас лидерами считается Копылова Александра, бронзовый призёр Кубка России, серебряный призёр Переходной России среди юниорок. Также там участвует Рассадина Марина, победительница первенства Европы среди кадетов. 55 килограмм у нас участвует лидерами Карамзина Александра, серебряный призёр студенческой России. 59 килограмм у нас борется четырёхкратная бронзовая призёрка чемпионата России Назарова Севиль. У нас по женской борьбе будет участвовать 16 районов в Лусах. На Спартакеаде собрались многие известные и сильнейшие спортсмены борьбы. Мастера спорта международного класса Владимир Егоров, Ариян Чутерин, Герман Устинов, братья Копыловы, а также молодые перспективные борцы. В первом круге за минуты 7 секунд Ариян Чутерин одержал победу над соперником, показав настоящее мастерство. На данный момент я здесь как зритель, давно не присутствовал на таких мероприятиях масштабных. И вот хотя бы как зритель прийти посмотреть, посмотрел за эти дни несколько видов спорта различных, посетил. Организация очень хорошая, конкуренция очень заряженная, спортсмены сильно настроены. Вся эта энергетика всегда положительно влияет как на спортсменов, так и на просто любителей спорта, теми, кто наблюдает за этими соревнованиями. Действительно, всеми любимый и самый массовый вид спорта в Якутии – вольная борьба – это состязание в смелости, ловкости и силы. Имена финалистов сегодня уже известны. Ну а завтра и послезавтра вся республика в ожидании финальных схваток. Дайя Барашкова, Джул Сталин Акентеев. Упражнение «Рывок» и подогреваем человеку трудно выполнить даже один раз. А чемпионам легко даются все 130. Во второй день соревнований по гиревому спорту максимальный результат в «Рывке» в весовой категории свыше 85 кг продемонстрировал Руслан Лугинов из Усть-Алданского Улуса. В «Солчке» Руслан сгел 84 повторения, что на 9 меньше, чем у Иннокентия Чичигинарова из «Черопчи». Но в «Рывке» «Черопчинец» сдался после сотового повтора. А у «Солданец» Лугинов, как заведенный, продолжал упражнение, пока на табло не появилась цифра 130. «Рывок» В «Солчке» был рекорд у меня. Это нормальный показатель. В «Солчке» 95 был, а по плану 107 должен быть. По плану тренера у Рудния Сергея Леонидовича. А я сделал 84 раз. Дыхалка не хотел. Результатом не очень. Результатом не сделал. Думал. Хотел стоточку взять. Но не получилось. Таким образом, Руслан Лугинов в очередной раз доказал. Пусть Алдан – родина силачей. На самом деле, количество клеток и фигур на шахматной доске определяют количество возможных вариантов партии. По некоторым подсчетам, их может быть более 9 миллионов. А теперь представьте, здесь 10 лидирующих команд. Сколько у них возможных комбинаций может получиться? А комбинации действительно получаются самые невероятные. Так, лидирующие позиции занимают сборные Якутска, Северо-Восточного федерального университета и Намского района. Пока неизвестно, кто выиграет. Но стыковые матчи были между двумя лидерами команды СВУ и Гордом Якутском. Сыграли в Днефтьеве 2-2. А второй лидер, который лидировал, Намский УЛУС, сыграл с очень сильной командой Усталданского УЛУСа номер один и проиграл. Усталданский УЛУС номер один выиграл со счетом 3,5 на полочках. Сборная Усть-Алданского района действительно сделала ход конем. Яркой игрой в команде хозяев отличился кандидат в мастера спорта Джулусхан Васильев. В каракан я играл, значит, белые ходят, потом я начинаю. Я выбираю дубить, например, черный. Куда он пойдет? Он пошел в каракан. Ну, я в каракан пошел. Он согласился, пошел. И все. Весьма ничейная позиция была. Ну, в конце у меня победная была. У нас два очка было в команде, поэтому я в ничью сыграл, чтобы... Если третий проиграет, ну, не рискнув, грубо говоря, чтобы команда победила. Впереди нас ждет еще целая череда стыковых матчей, в которых и определится победитель. Напомним, что соревнования в шахматном турнире на восьмых спортивных играх проходят по круговой системе. А это значит, что результаты по-прежнему остаются непредсказуемыми. Мы находимся в Сайлыке Кыстхана, села Сырда, в Бертузского наслега. По преданию, именно здесь родился легендарный Майагатта Бердхара. И здесь, именно в этом энергетическом сильном месте, будут проходить два дня соревнования по спортингу. Стрельбище имени почетного гражданина Бертузского наслега, заядлого охотника Петра Алексеева, начали соревнования по спортингу. 16 команд, 48 спортсменов, прошедшие тщательный отбор, будут бороться за три командных места. Главный судья, гость из Москвы Дмитрий Романенков. Я третий раз уже к вам в республику приезжаю. Каждый раз я не перестаю удивляться вашей энергии, вашему позитиву. Я хотел бы отметить работу технической группы, которые великолепно подготовили и метательное оборудование, и приготовили действительно интересные полеты. Вот этот стенд, он увлекателен тем, что у нас четыре площадки на достаточно небольшом участке земли, но при этом у нас на всех четырех площадках разные фоны. Это дает, во-первых, очень большое разнообразие полетов, а во-вторых, ваши спортсмены становятся готовыми на разных фонах, готовы стрелять на всевозможные площадки в других частях страны. Стрельбище в селе Сырдах было открыто в 2017 году. Из года в год его развивали, и сейчас он отвечает современным стандартам. В скором времени поднимется еще на более высокий уровень. Из Латвии едут 40 новых метательных машин. Каждый год мы здесь, в федерации, будем проводить несколько соревнований. Мы надеемся, и Сырдах нам будет очень большим впечатлением, потому что нам в одном стенде нельзя стрелять. Надо поменять места, чтобы пейзаж, природа другая, полеты другие. И это все благоприятствует развитию стрелка. Соревнования будут проходить два дня. Каждая команда будет стрелять 200 мишеней. Это по 100 мишеней в день. На второй день угол полета поменяется. Тут-то и выявят самых метких. Настрой хороший, да. Прекрасное стрельбище сделали. Условия все есть для хорошей стрельбы. Мы будем стараться. Команды очень сильные отобрались. Так что будем стрелять. У нас в команде трое отбор проходил в республиканских соревнованиях. Среди 22 команд мы заняли 15 место и выиграли путевку. После того, что я вас здесь увидел, мне действительно уже неудивительно, почему на каждом всероссийском соревновании обязательно на пьедестал поднимется спортсмен из Якутии. И почему у нас уже есть и чемпион мира из Якутии, есть чемпион Европы из Якутии и еще один чемпион Европы из Якутии. Собственно, вот потому что вот здесь у вас действительно очень-очень хорошо развивается наш вид спорта замечательный. Победители будут названы завтра участникам попутного вета и метких выстрелов. Елизавета Прокопьева, Арсен Степанов. Сегодня лучники оспаривали медали по стрельбе из классического и блочного лука. Хоть и финальные пары стали ожидаемыми, все же ветер внес свои коррективы. Сегодня мы разыгрывали бронзовую медаль и золотые медали. Финалы были у нас альтернативными, то есть стрелки выходили, только одна пара, и стреляли по очереди. Всего у нас сегодня состоялось 12 встреч. Неожиданно такого сенсации не получилось. Наоборот, вот именитые спортсмены, как-то первый же день, они вчера в одной восьмой некоторые вылетели. Чемпионами по стрельбе из классического лука стали члены молодежной сборной команды России. Молодые и перспективные Рената Гаврилева и Ян Константинов. На Яла я, может быть, даже равнялся, когда я стрелял еще в кадетах, потому что он тогда еще перерыв не брал. И он даже стрелял по мастер-спорту международного класса на соревнованиях. Он вчера поймал кураж, мне кажется, и на кураже он всех порвал. И тоже я не знал, что от него ожидать, и было волнительно. Рената – студентка Государственного московского училища в городе Броннице. Год у Лучницы начался очень удачно. На Кубке России заняла третье место среди взрослых, стала чемпионкой первенства России и отобралась на международный старт. А на первенстве Европы команда девушек заняла первое место. Также успехом ознаменовалась Якутская Олимпиада. Борьба шла очень плотно, все очень достойные соперники, Розалина особенно. Мы с ней неоднократно встречались, ну и в этот раз я выиграла. 6-2. Два раза сравнялись. Ну, было тяжело. В дивизионе «Блочный лук» не было равных Асиму Павлову и Юлии Марковой. В смешанных командах золотые медали получили классики из Якутска и блочники из Хангаласского улуса. В общем зачете пальму первенства взяли мегинцы. Нюргияна Егорова, Джулсан Экентьев, Чаран. Вот так празднуют победу чемпионы. Только что команда намского улуса стала победителем восьмых игр по баскетболу 3 на 3. В напряженной борьбе команда намского улуса дошла до финала игр, где встретилась с одним из фаворитов соревнований сборной Нюргинского района. В матче за золото страсти были накалены до предела, но благодаря командной работе и слаженной игре победу завоевали баскетболисты намского улуса. Во-первых, мы очень рады, потому что для нас это первое соревнование. Во-вторых, пришли все спортсмены нас поддержать, это очень приятно, и нам очень приятно выигрывать для них. Соперники хорошего уровня, соревнования тоже высокого уровня. Очень тяжело играть из-за погодных условий, но как бы все справляются. Главное это здоровье, во-первых, на площадке, и как бы дружеские отношения между командами. Но спорт есть спорт, на площадке нет друзей. Но за пределами все очень круто, и вообще очень соревнования крутые. Не менее жаркими были схватки за кольцо и в женском дивизионе. В борьбе за золото на площадке сошлись сборная Якутска и сборная Намского улуса. В этот раз удача улыбнулась столичным спортсменкам. Победа – это всегда хорошее ощущение, это лучшее ощущение. А когда у тебя все получается, это просто классный экстаз. Очень много команд по сравнению с, например, республиканскими соревнованиями подняли свой уровень. Ездили на сборы в Москву, и сейчас по ним видно, что баскетбол в республике Саха-Якутия развивается, это точно. Тренировались каждый день, очень много трудились, уставали, но все равно. Вот, как видите, результат налицо. Ну, 20-10 – счет неплохой. По результатам соревнований чемпионами по баскетболу 3 на 3 среди мужчин стал Намский улус. Второе место у Ниндвинского района бронза досталась усть-алданцам. Среди женщин золото завоевал город Якутск, серебро у Намского улуса. Бронза получили спортсменки и сборной Российского студенческого спортивного союза. Многоборье по комплексу ГТО – новый вид состязаний в программе «Игр народов Якутии». Участие принимают 35 команд. В каждой команде два парня и две девушки. Вчера, в первый день соревнований, многоборцы стреляли из электронного оружия и метали гранату. По стрельбе из электронного оружия лучшие показатели у представителей Мегина-Кангаласской сборной. А дальше всех метнули гранату Джулу Ступрин из Аннабарского района и Антонина Санникова из Верхневилюйского улуса. Второй день соревнований по многоборью ГТО стартовал с выполнения подтягиваний на перекладине. Мужчинам предлагалось выполнить максимальное количество подтягиваний на высокой перекладине, а женщинам на низкой перекладине из положения вис-лёжа. Данный норматив сдавали на поле стадиона Маягатта-Бертхара. Подтягивались одновременно все члены команды. Только силовой выход, без рывка. Надо дотянуться до подбородка, ноги вместе и корпус прямо. Сегодня в барагонцах установилась щадящая погода и солнце не сильно пекло, поэтому выполнять подтягивания спортсменам было достаточно комфортно. В итоге среди мужчин лучший результат показал Алексей Терентьев из Нюрбы. Он подтянулся 37 раз. Среди женщин Изабелла Масаева из Намского улуса. Она выполнила 53 подтягивания. Итак, три дисциплины пройдены. Остались бег на 60 метров и на длинные дистанции. 2 километра у женщин и 3 километра у мужчин. Имена лучших многоборцев ГТО станут известны уже завтра. Виолетта Засимова, Семен Афанасьев. В соревнованиях по пулевой стрельбе принимает участие около 100 человек. Спортсмены стреляют из пневматического пистолета или винтовки. Важное значение имеет экипировка. Это специальный костюм из прочных и жестких материалов, который поддерживает мышечный корсет. Они же час в 30 стоят неподвижно. Спина может полететь, поясница имеется в виду, ноги. Вот для удержания колен, ступни. Здоровье. Короче, в первую очередь здоровье спортсмену. На 40 выстрелов дается один час. Чтобы попасть с расстояния 10 метров по центру мишени диаметром меньше полумиллиметра, необходимо иметь безупречный глазомер, координацию движений и пространственное мышление. Раньше очки судьи считали вручную. В этом году их задача значительно упростилась. Это устройство называется дизак. Оно считывает достоинства пробоины и считает сумму 10 выстрелов. Первый раз на спортивных играх народов республики для подсчета применяется дизак. Остается только сложить результаты четырех серий и определяется победитель. В отличие от других видов спорта, в пулевой стрельбе спортсмен вступает в поединок с самим собой. Тут термин поражения употребляется в положительном смысле. И относится он к мишени, а не к сопернику. Может поэтому пулевая стрельба входит в число самых безопасных видов спорта. А между тем на восьмых спортивных играх народов Якутии проводятся соревнования по фитнес-аэробике. 12 команд приняло участие, пожалуй, в самых красивых и артистичных состязаниях спартакиады. Судить спортсменок на этих играх взялась Юлия Котельникова, судья по аэробике с 20-летним стажем. Юлия прибыла в Уссалдан из Красноярского края, где эта спортивная дисциплина достаточно высоко развита, особенно хиф-хоп-аэробика. Но на играх она сегодня пока не представлена. На что обращает внимание в этой дисциплине судей? Артистизм, техника. Самое главное в дисциплине аэробика – это техника, использование площадки. Так как специфика вида спорта – это высокоударная аэробика, будем следить за фазой полета, так у нас называется. И, ну, естественно, общий вид команды имеет большое значение. Я не вижу здесь мальчиков, потому что я знаю, что на прошлых играх они были. Я тоже еще не видела мальчиков. Для нас, наверное, это будет сюрприз. Посмотрим, что нас ждет. Но сюрприза не получилось. В четвертый соревновательный день на корте по аэробике состязались исключительно девушки. Так, основные соперники – Усалданский, Улус, Чуропчинский, Якутск. На самом деле все у нас, все соперники очень сильные, все очень подготовленные, поэтому все очень сильно валуемся. Чуропчинцы, между тем, уверены, что попадут в тройку призеров, ведь готовились они к соревнованиям целый год. И ничто не должно им помешать. Стоят очень жаркие дни, но сегодня немножко прохладно. Это лучше, чем если бы это было вчера. Основные требования к наряду выступающих – это максимально прилегающие к телу костюм без всяких рюш и валанов, чтобы ничего не мешало движениям. Макияж у девочек, как вы видите, тоже очень яркий. Нередко спортсменки украшают себя стразами и блестками. Ведь главное – выделиться и запомниться судьям. Вы только посмотрите на потрясающий костюм команды СВФУ, которую представляет Юлия Сокольникова. Кстати, она единственная, у кого из выступающих звание мастера спорта. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Здесь проходится соревнование по фитнес-аэробике. И так получилось, что вступив в наш университет, поступив, я попала в секцию аэробики. Узнала, что проводятся спортивные народные игры и решила принять участие. Для меня это новый опыт, новые эмоции. К сожалению, звание Юлии – это не гарантия победы. Девочки не прошли в полуфинал. Аэробика оказалась не только самым красивым видом спорта, но и довольно стремительным. Спортсменки за один день показали на корте красочное шоу и определили чемпионов. Золотую медаль получила команда из Якутска, серебро у усилданцев, а бронза у нюрбы. Ларина Сукуева, Артем Алексеев, Усилданский Улус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова